Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Сегодня, продолжая серию видео «Что делать, чтобы ваше время истекло как можно позже?» Решил раскрыть очень непростую тему. И начать с самой большой опасности для жизни большинства людей. Практически для любого и каждого. Вне зависимости от вашего возраста и вне зависимости от вашего уровня здоровья. А именно, как не повышать чрезмерно кардиологический риск, если вы ощущаете себя здоровым, либо относительно здоровым. А также, как вовремя снизить кардиологический риск, если у вас уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы. И помогать своей кардиореспираторной системе выполнять гигантскую работу ежедневно, ежеминутно и на протяжении всей вашей жизни, чтобы она была еще и дольше. Гигантская работа, я не оговорился. Она реально гигантская. Если в состоянии покоя у вас пульс 70 ударов в минуту, за сутки ваше сердце в этих условиях совершит примерно 100 тысяч сокращений. Просто в сутках 1440 минут. Если же у вас в покое частота сокращений сердца 72 ударов в минуту, за сутки в этих условиях ваше сердце выполнит 103 тысячи сокращений. Можете купить шагомер и проверить работоспособность других мышц вашего организма. Обычно количество шагов в сутки человек совершает 10-15 тысяч. Можете вести более активный образ жизни. Совершать 20-30-40 тысяч шагов. Это уже достаточно приличная нагрузка. Но! Эту нагрузку вы выполняете осознанно. Да, вы понимаете, вам хочется проверить возможности своего организма. Но! Сделав 40 тысяч шагов в сутки, вы выполнили всего 40% той нагрузки, которую ваше сердце выполняло в состоянии покоя. При физической нагрузке частота сокращений сердца обычно возрастает. И пока вы ходите больше, ваше сердце работает еще интенсивнее. И очень важно! При любом, подчеркну, при любом состоянии, исходном состоянии вашей сердечно-сосудистой системы учитывать один очень важный показатель. Это вязкость крови. Которая на протяжении суток может изменяться в достаточно широких пределах. Испытывая мощность вашего сердца, а также прочность и проходимость сосудов. Разные условия для кровообращения возникают, когда меняется вязкость крови. Как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. И эти факторы нужно знать и правильно учитывать. Тогда вы будете в безопасности. И ваша жизнь будет в безопасности. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете основные факторы, которые влияют на вязкость крови. Вы также узнаете, в какой кабинет вам нужно будет еще постучаться, чтобы определить, что вам делать с вашим организмом, чтобы кардиологический риск не возрастал. И чтобы ваш кардиолог не сказал вам «Ваше время истекло». Наверное потому, что вы не зашли вовремя в кабинет психологу, диетологу, гастроэнтерологу, либо врачам других специальностей, о которых вы узнаете в этом видео. Можно услышать от кардиолога вердикт «Ваше время истекло». Наверное потому, что кардиолог не психолог. А сильный эмоциональный стресс способен создать угрозу для жизни не только для больного человека, но и для абсолютно здорового. Известен опыт с зайцем и волком. Если зайца привязать и в его поле зрения окажется волк, лишенный возможности активно двигаться, зайц погибает от инфаркта. Возможно, у волка в этом же состоянии, когда он не может съесть зайца, возникает язва желудка. Чтобы вы в общении с кардиологом не выполняли роль зайца, а кардиолог волка, нужно правильно относиться к этой ситуации. И на первом месте я бы поставил стресс эмоциональный. Однако, если до этого известия либо после его получения вы остаетесь спокойным, как египетский сфинкс, значит, эта опасность для вашей жизни не представляет большого значения. Но! Если эмоциональный стресс норма вашей жизни, то первый рецепт опровергнуть мнение кардиолога у вас уже есть. Вам просто нужен хороший психолог. который поможет вам в не самых простых современных условиях правильно относиться к различным стрессовым ситуациям, в том числе и заключениям врачей. И правильно используйте известное выражение «не брать дурного в голову, пока вы не встретились с психологом». Вторую часть известной фразы вам растолкует кардиолог. Не брать тяжелого в руки. Да, кардиолог в зависимости от уровня вашего здоровья, от возможностей вашего сердца и сосудов может вам регламентировать определенный образ жизни, определенный интенсивностью, определенные физические нагрузки. Но! Это поможет вам проще относиться к другим жизненным ситуациям, но психолог вам не повредит. А также вам не повредит встреча с врачом другой специальности, о котором вы узнаете прямо сейчас. Может появиться такое заключение от кардиолога «Ваше время истекло»? Наверное, потому что кардиолог не диетолог. На втором месте по опасности для вашего здоровья и вашей жизни я бы поставил обычную воду и соль. Эта пара химических соединений очень важна для сохранения вашей жизни. Если в состоянии эмоционального стресса увеличивается агглютинация эритроцитов, иными словами, уменьшается объем плазмы крови между эритроцитами и увеличивается вязкость крови, соответственно, вероятность обострения хронической сердечной недостаточности либо появления острой, а также инфаркта либо инсульта повышается, параллельно увеличивается и агрегация тромбоцитов, что увеличивает вероятность тромбозов и эмболий, то вода и соль активно препятствуют как минимум первой паре. То есть препятствуют критическому уменьшению объема плазмы крови и повышению, соответственно, вязкости крови. Соль, поваренная соль, держит воду вокруг себя и препятствует этому процессу. Но! Если вы их правильно используете в питании, обычно рекомендуют кардиологи ограничивать и воду, и соль. Да, в том случае, если вы спокойны, как сфинц, если у вас прекрасный психолог, который научил вас правильно относиться к коммунальным тарифам, изменяющимся, правильно относиться к событиям в вашей стране, на планете Земля, в Солнечной системе, в Галактике. Если вы все делаете правильно, вы можете ограничивать воду и соль, и это вам даст только плюс. Но! Если у вас эмоционально активный образ жизни, часто гиперактивный, вода и соль вам помогут удержать объем плазмы крови и критически не увеличить вязкость крови. Но! Если вы ведете физически активный образ жизни, вода и соль, удерживая слишком много воды в кровеносной системе, увеличивают объем крови. и перегрузка сердца объемом есть, и спортивное сердце в этих условиях у вас появится раньше. Поэтому правильно используя воду и соль, вы можете в разных жизненных ситуациях находить наилучшее решение для сохранения своей жизни. Если есть сухость во рту или ощущение жажды, это говорит о том, что ваша кровь слишком густая, и сердце ему сложнее обеспечивать циркуляцию крови, чтобы устранять самое важное, что должно устранить кровообращение, это гипоксию. Питание, вода, это все вторично, третично, первично устранить гипоксию, от которой клетки погибают легко и просто. И в этом случае просто вовремя принятый стакан воды может спасти вашу жизнь. Конечно, если пищеварительность тема у вас пустая. А если вода будет еще очищена, токсины любого происхождения, в том числе и поступающие с водой, увеличивают вязкость крови. Одной рукой вы добавили воду в кровеносную систему, кровь стала более жидкой. Если с водой поступили токсины, экологические токсины, продукты жизнедеятельности, патогены микрофлоры, то вязкость крови от интоксикации увеличивается. И вы стоите на месте. Поэтому вода должна быть абсолютно очищена от любых химических веществ. Это должна быть неконсервированная вода. Консерванты консервируют кровь в том числе. И увеличивают вязкость крови в том числе. Вода должна быть с отрицательным ОВП. В этом случае она быстрее будет способствовать нейтрализации свободных радикалов. И вязкость крови снизится значительно быстрее. Но значительно лучше, я бы сказал, более правильно, если вода будет регулярно поступать в составе продуктов питания. Различных блюд и напитков. А не в чистом виде. Такая вода дольше поддерживает вязкость крови на относительно низком уровне. И не то, что жажда. Сухость во рту появляться у вас не будет. Если у вас эти эмоциональные ощущения не появляются, значит вы правильно поддерживаете водный баланс. И это опасность для вас. Не опасность. А возможно для вас имеет значение следующий фактор, о котором вы узнаете прямо сейчас. Вам нужно заглянуть еще в кабинет одного врача, чтобы получить нужную для вас информацию. Чтобы вязкость крови чрезмерно не повышалась. От очень простой ситуации, которой сталкивается каждый человек ну вот ну обычно несколько раз в день. И правильно, как это делать, вы узнаете прямо сейчас. можно услышать неприятные заключения от кардиолога «Ваше время истекло». Наверное, потому что кардиолог не гастроэнтеролог. Обычно рекомендуемый режим питания при заболеваниях сердечно-сосудистой системы это прием пищи 7-8 раз в сутки. Иными словами, для облегчения работы сердца, что полезно и относительно либо считающему себя абсолютно здоровым молодому человеку нужно питаться часто и малыми порциями. Если вы принимаете пищу реже, как большинство кушает 1-2-3 раза в день, для получения нужного количества калорий вы вынуждены в каждый прием пищи употреблять относительно больше продуктов. В чем не просто относительно больше, а в 2-3 раза больше. А больше продуктов для их переваривания нужно больше пищеварительных соков. Пищеварительный сок в большинстве желез образуются ферменты щелочи, кислоты, которые активируют работу ферментов какие-то макро-микроэлементы. А при пищеварении все это промывается водой из сыворотки крови. И появляется сок в просвете кишечника. И как только вы начинаете кушать, в полость рта образуется слюна. И остается в пище, с которой она переходит в желудок. Где к этой комбинации добавляется еще желудочный сок. И объем вот этого вашей пищи фактически увеличен. Когда пища переходит в 12-перстную кишку, выделяется сок поджелудочной железы и сок тонкого кишечника. Они также увеличивают объем вот этого химуса, то есть кашицы, которая переваривается в пищеварительной системе. И пока переваривание не закончится, ни одна молекула воды в кровеносную систему не вернется. Иными словами, кровь становится по этой причине более густой. Если у вас резервы воды в организме созданы, ваша кровь не пострадает. Сердце работает прекрасно. До того момента, пока не начнется всасывание. Как только пищеварение в кишечнике закончилось, а процесс называется гидролиз, то есть расщепление пищи на простые компоненты и простые компоненты с ореолом воды перемещаются уже в кровь. Увеличивается объем и вязкость крови. И если у вас прием пищи 7-8 раз в сутки, иными словами, вы проснулись, перекусили, перед сном перекусили, и у вас 5-6 перекусов на протяжении дня, у вас вязкость крови и объем крови меняется в небольшом объеме, потому что у вас и соков выделяется относительно мало, и объем переваривания пищи, в которую попадает в кровь, относительно невелик. То есть у вас вязкость крови колеблется в небольшом диапазоне. Когда вы кушаете 1-2-3 раза в день, у вас получаются периоды густой крови из-за того, что соки ушли в кишечник. Есть! А потом кровь вроде как стала более жидкой, но объем увеличился. И нагрузка, разная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. А у нее одна задача. обеспечить доставку вашей крови в любого объема любой вязкости на уровень капилляра. Где идет обмен веществ и только через капилляр ваши клетки получают и питание, которое вы употребляете для своего здоровья, и воду, и другие компоненты. И кислород в том числе. Если колебания вязкости крови и объема крови на протяжении дня значительны, нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает. Если на пик секреции в просвет кишечника воды, когда кровь, вязкость крови увеличилась, вы даете эмоциональный стресс, у вас увеличивается склонность к тромбозу. Если на фоне всасывания в кровь, пищевой кашицы, когда увеличен объем крови, вы дали физическую нагрузку, у вас увеличивается изглоз сердечной мышцы и вы движетесь быстрее в сторону спортивного сердца. Эти моменты происходят в течение дня и нужно правильно управлять процессом, чтобы не перегрузить возможности сердца либо сосудов просто тем, что вы употребили какую-то пищу. Есть еще один момент. Нужно еще и, чтобы пища правильно переварилась. В этом случае у вас возникает еще одна проблема. Переварившаяся вами пища и переваренная вами пища в просвете кишечника подвергается брожению либо гниению. Образуются газы от гниения либо брожения, неважно, все равно образуется газ в просвете кишечника, который увеличивает давление в брюшной полости. Иными словами, ограничивается экскурсия диафрагмы. И неважно, вы переели и переварили. Либо переели и не переварили. В любом случае кардиологический риск растет. И 100 лет назад напомню, инфаркты называли ресторанной болезнью. Понятно. В ресторан вы идете не для того, чтобы перекусить, а для того, чтобы плотно поесть. И пищеварительная система простимулирована один раз. Если вы используете алкогольные напитки, они прекрасные стимуляторы пищеварения иными словами еще жестче влияют на эту систему. Если вы кушаете не кашки на воде в ресторане, а повар активно использует различные специи, пряности, стимул для вашей пищеварительной системы увеличивается. Да, пища такая лучше может быть переварена, меньше газообразования в кишечнике, но потом объем крови увеличивается резко и не дай бог вы после этого решили потанцевать. дали нагрузку на сердечно-сосудистую систему. А там большой объем крови. И чем закончится? Ну, раньше заканчивалось инфарктом, если вы эту ситуацию правильно не контролировали. Поэтому очень важно правильно поддерживать и режим питания, и рацион питания для того, чтобы не услышать от кардиолога заключение «Ваше время истекло, да, ресторанная болезнь ваша! на этой позитивной ноте я это видео по совету подписчиков моего канала не писать длинные видео буду заканчивать. Но тема полностью не раскрыта. Продолжение в следующем видео на моем канале. Если вы подписчик моего канала, уведомление об этом придет вам в почту. Если вы еще не подписались, не забудьте подписаться на мой канал. Тогда уведомление об этом видео вы увидите среди первых и возможно увидите еще возможности, которые вы не использовали, о которых вы не знали. Как правильно их использовать для того, чтобы как можно позже услышать вердикт кардиолога «Ваше время истекло?» Наверное, потому что вы не все возможности использовали для того, чтобы ваше сердце и сосуды служили вам верой и правдой не просто годы, а десятилетия. А кардиореспираторная система обеспечивала высокий уровень жизни, хорошее здоровье и активное долголетие. Вот на этой позитивной ноте я это видео закончу. Если вы считаете, что оно вам могло сохранить здоровье, а может быть и жизнь, не забудьте поставить лайк на это видео. Если вы считаете, что кто-то из ваших друзей, знакомых, родственников ведет себя не самым разумным образом и может легко и просто оборвать не только свое здоровье нарушить, но и оборвать свою жизнь, не забудьте отправить ссылочку им. Я думаю, что эта информация не будет лишней. Информация никогда не бывает лишней. Важно ею правильно и вовремя пользоваться. До новых встреч на моих каналах!